Севастополь, Бельмасс, Рислинг, 20-й год. Или как она называлась? Привет, дорогие друзья, с вами Сева Сомелье. По многочисленным просьбам пробуем крымские вина. Недавно, будучи совсем недавно, в октябре, я был в Крыму. И, кстати, привет пацанам из Симфера. Аркадий, Вова, вам большой пламенный привет обещал передать. Проводил массу всяких дегустаций, мероприятий, встречи. И, в общем, даже отдохнуть не успел, но успел приобрести бутылочку вина. Бельмасс, Рислинг, 20-го года. Посоветовали мои коллеги в Крыму попробовать этого производителя. Это такой производитель новой волны. Делается это вино на винодельне Вайн Дун Вассер. Там это бывшее у нас советское предприятие. Софья Перовская называлась. Вайн Дун Вассер. Винодельне, на которой делается это вино. Значит, итак, 20-й год. Рислинг. Виноград собран на плата Каратау. Ну, если верить в ту информацию, которую нашел, это 15-летний лоза Рислинга. Кстати, интересно, что содержание алкоголя 13,5. Достаточно много для Рислинга, поэтому интересно будет узнать, что же там получилось. Проект полностью семейный, новый. Бельмасс, Акинязовы. Это известные севастопольские рестораторы. Вот это их проект семейный. И посмотрим, что у нас предлагают нам виноделы новой волны. Пробочка натуральная, кувырковая, не очень длинная. Но, я думаю, что соответствует той форме бутылки. Хотя, хорошая пробочка, качественная, хоть и короткая. Даже подписанная. Так, давайте посмотрим, что у нас внутри. Вообще, это всегда интересно, пробовать виноделов наших, которые только-только выходят. И, как мне говорили, это достаточно маленький объем производства. Даже, наверное, скорее всего, предназначено больше для продавок как раз в самом Крыму. Потому что там всего 3-4 тысячи бутылок. Не так много. Хороший бледный цвет. В принципе, нет такого яркого зеленого блика для 2020 года. Но, тем не менее, хороший бледный цвет, как и положено Рислингу. Нет каких-то тяжелых оттенков. Хороший живой блеск. Может быть, вследствие высокого содержания алкоголя. Первый нос достаточно свежий, чистый. Хорошая фруктовая кислотность. Ну, при этом чуть-чуть сладенькая. Округлая, мягкая, такая не совсем она уж агрессивная, эта кислотность. Достаточно мягкая. Какой-то сложности в аромате нет. Да и в рту, пожалуй, тоже. Потеркнутый сухой стиль. Кислотность выше среднего. Но не очень агрессивная, как обычно, свойственно Рислингам. Никакая не атакующая кислотность. Мягкая минеральность. Но вот какой-то серьезный, вот, в послевкусии длины какой-то, опять же, нет. Достаточно мягкая вся история. И надо сказать, что весьма скромная. Хотя вкус-то достаточно чистый. То есть здесь нет каких-то недостатков явных. Кроме, на мой взгляд, одного. В магазине-то вино стоит в Ялте 1800 рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы такой стиль легкий, освежающий, несложный, но при этом чистый. Еще раз подчеркнусь, хороший кислотность выше среднего. Хотя вино отогревается, в нем появляются типичные вот эти тропические оттенки личи. И где-то там глубоко закупанная ацетатная группа. Ну, прям явных недостатков нет. Но 1800 рублей, ребята. 1800. По большой дружбе не продали за 1400. Спасибо нашим друзьям из Ялтинских бутиков. Но в целом, если говорить, оценивать вино Бельмас с точки зрения цена-качества, конечно, это жутко дороговато. Если бы оно стоило 1000 рублей, это было бы максимально круто. Вот такое мое резюме. Я не буду на этом вине долго останавливаться, потому что для меня, как оказалось, в этом нет чего-то очень севастопольского. То есть нет то, что бы я мог в нем найти, чтобы это вино отличало от других коммерческих рислингов. Но цена, к сожалению, не коммерческая. Может быть, это связано с тем, что новый проект, может быть, с малым производством. Хорошо, тонко, легко. И понятно. При этом надо отдать должное, кстати, 13,5% алкоголя не задевают ваше небо, горечье, совершенно спокойно и комфортно себя. Интегрированы в это вино и комфортно себя ведут во рту. Но опять же говорю, ребят, придраться вот так, чтобы к чему было, нет. В итоге хорошее коммерческое вино по вкусу. Легкое, свежее, чистое, с хорошо встроенным алкоголем, но 1800. Это больно. Поэтому всего лишь в нашей системе координат это будет 84% наполненности нашей бутылки. Вот такое вино. Но я понимаю, что цена многих остановит. Но я вам все равно предлагаю экспериментировать, пробовать и искать что-то новое. Ну и нашим виноделам успехов. Надеюсь, что следующие винтажи будут более интересны, больше опыта. Больше... Как сказать? Больше опыта. Да, нам нужно больше опыта всем, больше понимания. И больше рассказывать о российском вине. И мы думаем, что все будет хорошо. Но пока так. Пожелаем российским виноделам набираться опыта, добиваться успехов, создавать вина лучше, чем они делают сейчас. И увидимся в следующем обзоре крымских вин. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»